Всем привет! С вами заброшенная страна на канале по дорогам и лесам. В этом выпуске мы посетим полузаброшенный испытательный полигон, расположенный в Ленинградской области. В этом месте некогда изучались высоковольтные разряды и различные связанные с ними явления. Объект не действует уже много лет, но по нашим сведениям его сохранность достаточно высока. Нам было известно, что на объекте присутствует лаборатория с научным оборудованием и какая-то военная техника. Мы выехали на место, чтобы попытаться все это отыскать, увидеть своими глазами и показать вам. Итак, смотрим. Пройдя через лес, мы вышли к строению, в котором по нашим сведениям и располагались лаборатории с аппаратурой. В интернете гуляет множество фотографий из этого здания, однако все они уже довольно старые, если честно, то мы ожидали увидеть дестрой и разруху. Однако тут все оказалось совсем иначе. На первый взгляд здание выглядело как типичная заброшка. Ни одной горящей лампочки, зато огромное количество разбитых окон, причем на всех этажах. Но при более детальном осмотре оказалось, что все двери здания наглухо закрыты, а железные двери еще и заварены. Выбитые окна первого этажа заделаны, а уцелевшие забраны решетками, причем изнутри. Видимо, это здание еще пытаются сохранить, а поскольку мы никогда ничего не ломаем и входим только через открытые двери, ну или в крайнем случае окна, то попасть в здание с улицы нам не удалось. Однако при внешнем осмотре строения мы обнаружили вот эту лестницу. Мы решили подняться на крышу в надежде обнаружить там выход на верхние этажи. Все проржавело, смотри. Ладно. Тихо. Не шевелись. Тихо, может не замес. Я показался, что он нам рукой махал. Не смотри. Просто мы сейчас подняемся. Поднявшись на крышу, мы не обнаружили там никакого входа в здание. Да и странно было бы, если бы он там был. Боковая лестница, по которой мы поднялись, тогда была бы не нужна. Убедившись в том, что в здание с крыши попасть нельзя и налюбовавшись вдоволь на окружающий пейзажа с высоты верхушек деревьев, мы определили следующую цель нашего похода. Ну вообще, цель нашего похода вон там. Вон те катушки гигантские. Мы хотим к ним подойти поближе и посмотреть на них изблизи. Ну что ж, нам предстоит спуск. Честно говоря, я очень сильно боюсь высоты. Бывает на табуретку залезу, чтобы лампочку вкрутить и уже голова кружится. Поэтому местами можно услышать мое далеко не наигранное тяжелое дыхание. И мне пришлось порядочно повозиться с монтажом, чтобы на видео не попало большое количество крепких слов, которыми изобиловала моя речь во время подъема искусства. Я понимаю, что многие без проблем залезают на куда более сложные и высокие объекты, но я-то нет. Мне не стыдно признаться в своем страхе, потому что я считаю, что трус не тот, кто боится, а тот, кто не может преодолеть свой страх. Кстати, Оля высоты не боится, и для нее подъем и спуск прошли намного проще. Осторожно, вот этой ступеньки, п***ц. Земля-матушка. Итак, друзья, мы подошли, собственно говоря, к цели нашего маршрута, вот к этому объекту. Мы видим здесь забор, но, как видите, это не забор. Вот там есть дыра в заборе. Собственно, через нее мы зайдем и посмотрим на этот объект. Перед вами та самая башня, которую мы хотели увидеть и показать вам. С помощью этого сооружения формировался электрический разряд, эквивалентный по ряду характеристик разряду молнии. По слухам, в 70-80-е годы здесь имитировали электромагнитный импульс атомного взрыва и изучали его свойства и воздействия на разные объекты. В настоящее время комплекс не функционирует и постепенно разрушается, однако продолжает охраняться. Мы не подходили близко к зданиям и не выходили на открытое место перед башней, так как местоположение поста нам неизвестно. Однако башню мы увидели. Но это далеко не все, что мы хотели вам показать. Покинув огороженную территорию, мы обнаружили в лесу большое количество бетонных сооружений. По виду они были давно заброшены. Некоторые из них имели весьма необычную форму. Ощущение такое, как будто я под колпаком. Я тебя поздравляю, ты под колпаком. Правда хорошо, что мне умели же. Ну что я могу сказать. Очередная странная такая полусфера. Внутри кто-то жил. Судя по всему, тут даже зеркало есть. В середине очаг. Тут разводили костер. Ну вот такое вот место. Ну здесь вот в лесу мы нашли два вот таких странных сооружения. Вот это вот треугольник из бетонных плит, похожий на эдакий бетонный шалаш. И рядом вот такой вот бетонный куб с дверцей сбоку. Мы сейчас ее увидим. Вот, который очень похож на вентшахту. Заглянем, посмотрим, что же там внутри. Здесь вот видно, что здесь когда-то была гермодверь. Но самое интересное внутри. Вот это вот. Что это? Это бронесортир на случай атомной войны. Если вдруг очень сильно приспичит, то вот здесь можно залезть, закрыться бронедверью, которую здесь уже спилили. Вот. И как бы это... Безопасно облегчится. Не знаю. Это вообще непонятно что и непонятно зачем. Причем сравнительно недавно, я так подозреваю, вот эти вот блоки, которые сейчас лежат, возможно стояли здесь и закрывали вот этот вот проход. Почему? Потому что здесь вот достаточно свежие следы, все заросшее мхом, а здесь не заросло, да? Ну то есть как-то этот блок здесь стоял, его видимо чем-то дернули, открыли, посмотрели, что внутри ничего нет. Спустя много столетий археологи, найдя вот этот предмет, подумают, что это была чья-нибудь гробница. Вот. И ее просто разграбили. На самом деле, что это такое, бог его знает. Вообще непонятная штука. Итак, в окрестностях этого места мы обнаружили вот такие объекты. Вот там, за кустами, стоят военные грузовики. Похоже, это ЗИЛ-131 с Кунгом. Сейчас мы подойдем поближе, посмотрим, что это за машины. Итак, два Урала, ЗИЛ-131 и несколько прицепов. Судя по всему, мы нашли ни много ни мало подвижную радиолокационную станцию П-18. Эта РЛС предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных объектов. В том числе, способна обнаружить воздушные цели, выполненные по технологии СТЭЛ. Поставлялась в войска с 1971 года. Вся аппаратура РЛС размещена на самоходной базе двух автомобилей, на одном из которых размещается радиоэлектронная аппаратура с рабочими местами операторов, а на втором антенна мачтового устройства. Для автономного электропитания используются два агрегата АД-10, размещенные в прицепах. Машины со всех сторон обросли деревьями, колеса спущены, в кабине явно не хватает приборов. Растущие вокруг машины деревья не оставляют места для того, чтобы антенна РЛС могла вращаться. Все указывает на то, что эти машины стоят без движения очень и очень давно. Возможно, когда-то эти машины участвовали в исследованиях, проводившихся в этом месте. Но сейчас они тихо гниют в лесу, безмолвные и никому не нужные. С вами была Заброшенная Страна на канале По Дорогам и Лесам. Мы ищем объекты и артефакты ушедших эпох, находим их и показываем вам. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, подписка, если вы у нас впервые. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok